Трейл раннинг это бег по пересеченной местности, часто в гору, а из-за продолжительности дистанции нередко трейловые забеги проходят вдали от цивилизации. Именно поэтому существует список обязательного снаряжения для трейл раннеров и у него есть свои особенности. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Глаголев, я тренер по бегу с пятилетним опытом работы с людьми, бегающими асфальтовые, трейловые и горные забеги. Добро пожаловать на канал Сплав, где мы делимся советами и рекомендациями для бегунов всех уровней. Первый, пожалуй, самый важный элемент экипировки трейл раннера это обувь. Трейловая обувь отличается от обычной беговой специальной в подошве с хорошим сцеплением, усиленной защитой и прочными материалами. Обратите внимание на рисунок протектора и его глубину, на защиту по краю ботинка. Хорошая обувь помогает избежать скольжения на грязи и камнях, защищает стоп от ударов и поддерживает стабильность на неровных поверхностях. Кроме надежных проверенных кроссовок нужны хорошие носки, которые могут быть высокими и даже компрессионными, чтобы защитить ноги от царапин и укусантов насекомых. Кстати, небольшие гетро или гамаши отлично защитят от попадания воды и мелкого мусора и камушков ботинок. Как правило, трейл раннеру, кроме всего прочего, нужен рюкзак. Во время длительных забегов рюкзак или гидратор имеют ключевое значение. Часто такие забеги проходят в местности, где 10 км вместо привычного часа вы будете бежать значительно больше, не говоря о более длинных дистанциях. Рюкзак позволяет бегуну брать с собой воду, еду, фонарь и другие необходимые вещи, включая куртку, аптечку и палки. Мы сегодня не будем касаться тонкости выбора рюкзака, скажу только, что важно проконсультироваться с продавцом и убедиться, что рюкзак или жилет сидят плотно, не натирают и достаточно вместительны для вашего забега. Одежда для трейл раннинга должна быть легкой, дышащей и быстро сохнущей. В принципе, она ничем не отличается от вашей обычной тренировочной одежды для разных сезонов, но важно уметь совмещать разные слои одежды. Главное, не надевайте новую одежду на длительную соревновательную дистанцию. Вдруг она окажется некомфортной и будет натирать на протяжении всего вашего забега. Если вы бежите горный забег, то вам обязательно потребуется мембранная куртка для защиты от переменчивой горной погоды. И чем выше будут показатели водонепроницаемости и дышимости, тем она будет комфортнее. Также немаловажным показателем будет вес изделия. Чем легче куртка, тем проще в ней бежать. Горный или холмистый рельеф диктует необходимость в дополнительных точках опоры. Это трекинговые палки. Они отличный помощник на сложных участках трассы, особенно на подъемах и спусках. С их помощью вы распределите нагрузку и сохраните равновесие. Палки бывают совершенно разных видов, но удобнее всего использовать палки вот такой конструкции, как у Element Pro Allure. В зависимости от дистанции и подготовки, и ваших финансовых возможностей, конечно, можно выбрать более легкие палки или другой формы. Но самое главное, чтобы было комфортно их носить с собой. Правильное использование палок может существенно снизить нагрузку на колени и улучшить вашу выносливость, чтобы легче преодолеть дистанцию. На пересеченном местности важно помнить про безопасность. Нередко на забегах требуется обязательно наличие нескольких вещей – аптечки, свистка и фонарика. В аптечку первой помощи должны входить пластыри, бинты, антисептики, средства от укусов насекомых и обезболивающие. Это все поможет вам быстро справиться с мелкими травмами и продолжить забег. А свисток, вот у нас есть вот такой, поможет привлечь внимание в случае необходимости. И отражающие элементы, и фонарик позволят обеспечить видимость в темное время суток. Для трейлоранинга важно иметь устройство для навигации и связи. Часы нужны не просто GPS, а с картами. Они помогут отслеживать ваш маршрут, а телефон нужен для экстренной связи. Также нередко требует наличие пауэрбанка, который поможет вам подзарядить ваше устройство. Дешевые, компактные и очень странные вещи в обязательном списке может показаться с пас-одеялом. Но при резкой перемене погоды или ином ЧП, когда есть риск переохлаждения, это просто незаменимая вещь. Фольгированный материал отлично отражает тепло от тела и позволяет вам не погибнуть от холода. На длительных трейловых забегах вам потребуется не только запас воды, который можно разместить в рюкзаке или поясе, но и еда и дополнительные электролиты. На рынке существует множество форм и вкусов энергетических гелей и батончиков. Какие бы беговые лакомства вы не выбрали, тестируйте их до соревнований. Как на вкус, так и на реакцию именно вашего организма. Солевые таблетки или затоники необходимо употреблять до, во время и после забега, так как от физической нагрузки электролиты вымываются с потом, а это значит мышцы быстрее будут уставать и сможет возникнуть спазм. Вот и все основные элементы, которые составляют обязательный набор трейлранера. Помните, что правильное снаряжение поможет вам чувствовать себя увереннее и безопаснее на трассе, а также улучшит ваши результаты. Не забывайте регулярно проверять и обновлять ваше снаряжение, чтобы оно всегда было в хорошем состоянии. Надеюсь, эти советы были полезны для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за новыми видео. Желаю вам удачи в тренировках и новых спортивных достижений. До новых встреч и бегайте с удовольствием!